Всем привет, с вами Даша, и сегодня я хочу предложить вам рассмотреть образы с прошедшего Оскара и предложить какие-то варианты адаптации для грядущих выпускных или каких-то других торжественных мероприятий. Сначала образ Зендей, которая была в короткой рубашке из атласа и юбке из пайеток. Вот, можем предложить такой красивый хлопочек, это 100% хлопок. Вот, он будет отлично держать форму, так как у нее была рубашечка короткая. Так, есть еще вот такой очень интересный вариант, он вот с таким рисунком, тоже будет смотреться очень красиво. Например, если его скомбинировать с такими приглушенными пайетками, то это будет выглядеть не так празднично и можно носить даже в каком-то повседневном варианте. Вот, и более какие-то такие праздничные яркие варианты, вот такие красивые пайетки. Вот, и вот такие прям вообще шикарные, они уже поплотнее идут, свет очень красивый такой, немножко зеленым отдает. Также хотим вам предложить вариант адаптации юбки в пайетку вместе с тельняшкой, вот можем предложить такие варианты трикотажа, очень классно будет выглядеть в комбинации с пайетками. Так, это стопроцентный хлопок, дальше есть вот такое кашкарце, очень красивое, серенькая полосочка, такая она очень приглушенная, как раз вот в сочетании с этими пайетками будет очень классно выглядеть. Следующий вариант, это вот тоже серая полосочка, вот тоже отлично сочетается. С белыми пайетками тоже будет хорошо сочетаться, хотя если побегее полосочка была бы. Вот тоже два ярких варианта, будет очень красиво сочетаться. Так, и также варианты пайеток с каким-то коротким топом атласным может быть. Вот, вообще очень эффектный образ будет, если сочетать два вот этих вот материала. Эти пайетки тоже будут хорошо выглядеть в сочетании. Следующее платье, это платье Марго Робби, оно предположительно из крепа, идет со шлейфом, очень эффектно выглядит. Можем предложить для изготовления такого платья вот такой очень красивый креп. Это у нас вискоза с эцетатом Виктория Бекхам, будет выглядеть очень эффектно. Для более упрощенного образа можно сделать платье короче, сделать с рукавами и вообще носить даже в повседневной жизни после выпускных. Так, следующий образ это платье Милы Кумис. Оно очень красивого такого какого-то караулого цвета, бежевого. Вот, можем предложить такие вот варианты тканей. Тут еще красивый цвет. Так, это у нас шелк стопроцентный, будет лежать очень мягко, красиво, если сделать какое-то платье даже со шлейфом, такое же эффектное. Эти ткани можно также красиво задрапировать, как у Милы. Вот, но они будут лежать, конечно, не такими плотными складками, потому что там используется ткань более плотнее. Это будет лежать более мягче и образ будет лаконичнее. Из мужских образов наиболее запоминающимся был образ Тимоти Шеломе. Он был в очень экстравагантном варианте жакета. Мы можем предложить для смелых парней на выпускной повторить этот вариант. Вот, у него были лацканы из атласа. Мы можем предложить шелк с шелком. Вот, она имеет такой лоск. Так, также есть простая шерсть классическая, тоже будет выглядеть очень лаконично. Так, и вот такое кружево. Вот это сверху будет вот так вот выглядеть. Очень красиво. И такой прям очень смелый вариант. Вот, можно его использовать даже в женском образе. Так, сверху сделать манжеты или рукава с таким кружевом. Дальше мы рассмотрим образ Пенелопы Круз. У нее такое достаточно пышное платье с большим количеством мелких складок, которые создают такой достаточно пышный объем. Как альтернативу, мы можем предложить платье тоже Асилуэта на тонких бретелях. Вот, есть такой вариант ткани. Это шелк. Он будет лежать, кстати, очень, ну, похоже на платье в котором Пенелопа. Такие тоже будут складочки пышные. Так, и есть такой вот тяжелый вариант, который будет лежать очень красивыми большими складками. Так же, если это платье Асилуэт, то это будет прям очень красиво. Вот оно такое тяжеленькое. Это тоже стопроцентный шелк. Вот, он, кстати, двухсторонний. Можно как-то обыграть это в образе. В завершении рассмотрим образ с бархатным платьем. Выглядит очень эффектно всегда, это почти уже классика. Вот, у нас есть такие варианты бархата. Он с большим содержанием эластана, очень хорошо тянется. Можно даже сделать какой-то силуэт рыбкой, сделать обтягивающим и не бояться залопнувшие швы. Так, это у нас вискоза с шелком. Здесь больше процент содержания шелка. Вот он такой очень красивый. Так, здесь больше содержание вискоза. Он такой более мраморный. Вот, у него направление ворса неопределенное. Можно сказать, крэш-эффект. Вот, и будет очень красивый такой лаконичный образ. Благодарим вас за внимание. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки. И мы ждем вас в нашем магазине Лос Кампола. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова